И санкционные мошенники продолжают атаковать кузбассовцев. Она сотрудника Центрального банка. После этого в разговор вступила девушка, которая представила сотрудницей банка. И сказала, чтобы на моем уме не взяли кредит, нужно проверить сотрудников банка. Сначала попросили установить какую-то программу в телефоне, с помощью которой они начали проверять мои данные. Потом они сказали, что надо пойти в банк и взять потребительский кредит. Это продолжалось в течение трех дней. Они звонили, просили пойти. Они высылали адреса, в какой банк я должна пойти. Они попросили, что разглажать ничего нельзя. В большинстве случаев телефонные аферисты представляются сотрудниками банков и пытаются узнать данные банковских карт потерпевших под различными предлогами. Заморозка подозрительного денежного перевода, возврат ошибочной списанной суммы, разблокировка счета, получение кредита и другие операции. Самые, наверное, вновь применяемых сейчас, да? Звонки и смс-сообщения от руководителей организаций, которые поступают нашим гражданам. Как это происходит? То есть взламывается аккаунт руководителя, либо близкого родственника. И приходит сообщение в мессенджере, либо на телефон поступает звонок. То есть есть такое понятие «дипфейк». Это подделка. То есть сейчас мошенники дошли уже до такого искусства. То есть используют искусственный интеллект, который признан защищать как раз в свою пользу. То есть с помощью искусственного интеллекта накладывают определенные нейросети. То есть формируется голос оппонента, даже полностью картинка. И высылается оппонент. Ну, допустим, знакомый или какой-то друг звонит своему знакомому или посылает голосовое сообщение абсолютно с таким же голосом, как он знает, да? И говорит, за меня там 50 тысяч рублей срочно надо перехватить. Естественно, в первую очередь не надо никаких операций совершать. И удостовериться позвонить своему другу, знакомому, от кого пришло сообщение, якому только уже по уже знакомому номеру, который есть у вас, соответственно, справочники. Если этот номер не отвечает, то паниковать не нужно, нужно выждать время и также попытаться через каких-то других знакомых найти своего оппонента, который вам какую-то просьбу присылал. Еще один распространенный вид мошенничества связан с торговыми операциями через интернет-сайты. Как правило, потерпевшие оплачивали покупки, даже не убедившись в подлинности ресурса. Часто мошенники вводят в заблуждение доверчивых людей, сообщая им о крупном выигрыше участия в праздничной акции. Самые действенные инструменты по любой схеме мошенничества, если говорить о социальной инженерии, это не брать трубки с незнакомых номеров. Первое. Но так как мы все люди в социальные, у каждого есть свои какие-то задачи. К примеру, кто-то записался в больницу, кто-то ждет звонка от родственника или какого-то знакомого, или от какого-то учреждения. Мы вынуждены набрать телефоны. Если вы понимаете, беря трубку, что идет какая-то информация от государственных органов, самое верное – положить трубку. Потому что никакие государственные органы, включая систему правоохранительных органов, никогда не будут решать никакие вопросы по телефону. И даже если поступают угрозы по телефону, то они никакой юридической силы не имеют. В очередной раз сотрудники полиции и банки напоминают, что банки не звонят по поводу контроля за вашими транзакциями, зато это делают мошенники. Банки не требуют скачивать приложение, это делают только аферисты. Не совершайте никаких операций по инструкциям неизвестного на том конце провода. Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил о несанкционированном списании денег, кладите трубку и перезвоните для проверки информации в свой банк по телефону, указанному на вашей карте. Галина Лина, Павел Желтиков, Риоленинск.